Дима, Перуко сказала о том, что для внутренних органов не очень хорошо, когда вот нету возможности. То есть если мы дышим животом, то есть идет определенный такой, скажем так, самомассаж, и им это, внутренним нашим органам, им нравится, им комфортно. Может ли нам Перуко немножечко сказать, что происходит, если вот эта вот часть, она фактически, мы можем сказать, заблокирована, потому что некоторые люди не занимаются физическими упражнениями. Они не умеют дышать животом, они никогда этого не делали. Вот мы и можем видеть, почему в мире, да, эпидемии начинаются, каких-то внутренних вот гастроэнтерологические проблемы, панкреатиты хронические и все остальное. Может быть, это поэтому? So the idea that you have just said that it's better to breathe deeply, and this gives a massage to all the inner organs, and it makes them happy in a way. So Yama is asking, what happens when we don't do that? Because in the world we have, like, different problems with digestion, with, yeah, 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 just various diseases. So maybe this is also caused by the lack of breathing. Absolutely, definitely, because when the breath is just from here, then we become more mental, we are more in the mind, and our body's awareness is actually from the head right down to the bottom of our toes. But actually, many-many people are just relating more from what they're thinking, that they look at life through thought. It's very interesting, please. It's true. It's true. It's true. It's because we breathe internally, such as diseases, but also when we breathe internally, we stay all the time in the head. So if you consider that most people are using a lot of energy just here, where the frontal mind is, most people are using only, let's say, the front part of the head, not the head, but the head. Then the whole energy follows wherever you put awareness wherever you put awareness, energy follows there. So if you're thinking a lot, your head will go forward. And, and so if you look in the city, for example, most people are thinking so much, there's no way to go forward. The structure is forward, the chin is forward, the neck is forward, and actually, most of the time people, if they're not engaging with the people, they're on their mobile phones. То есть, смысл в том, что если вы посмотрите на людей в городе, они все время в голове, они все время что-то думают, просчитывают, и они следуют как бы за своим лбом, то есть большинство людей сутулые, они наклонены, то есть есть такие люди, и, собственно говоря, другие люди в основном говорят по телефону, то есть что происходит, некое смещение тела. Всю энергию мы направляем снаружи, мы не в теле. But as soon as you take a breath inside the body and down into the belly, когда же мы вдыхаем и направляем энергию в живот, тогда мы начинаем снова чувствовать свое тело. И вот вы сразу тоже начали это делать. Это заражает. Это хорошая инфекция, вы согласны. И это очень хорошо, когда вы начинаете дышать вглубь тела, вы начинаете признавать его, и оно говорит о том, что вам нужно. Любая практика, вокальная йога, либо танцевальная практика, они все основаны прежде всего на дыхании. И хорошо начинать дышать прямо с утра. Потому что что обычно происходит? Мы просто выходим из сна, и мы осознанно не возвращаемся в свое тело. Мы сразу начинаем думать, о, мне надо сделать это, мне надо побежать туда. Первым делом, вместо того, чтобы сразу куда-то бежать и просчитывать, что делать, лучше просто полежать или сесть и начать дышать. В вокальной йоге я работаю с двумя принципами. Это сердце. Это мужской центр тела. Это как солнце. И вот в нижней части живота это женский принцип. Хара иногда его называют в некоторых практиках. Вы просто можете положить руку на ваш живот, на вашу грудную клетку и начать дышать. И хороший вариант также звук х сразу же озвучивать, он освобождает разные напряжения в теле. Я вдыхаю через нижнюю часть тела, сердце. Видите, что рот расслаблен, челюсть также расслаблена. Что очень важно. Потому что утром, когда мы просыпаемся, мы сначала не думаем о нашей прическе, о макияже. Именно с утра мы очень близки с собой, мы как бы сами по себе. Вы возвращаетесь с тела и вы подпитываете его. И если у вас были какие-нибудь плохие сны и вы пытались что-то подсознательно разрешить в этих снах, то со звуком х вы отпускаете эти все переживания ночные тоже. И делая это несколько раз в день, это уже будет хорошим шагом к тому, чтобы вернуться к себе. И звук х – это один из базовых звуков вокальной йоги. Второй принцип состоит в том, что все наше тело – это вибрация. Земля, Вселенная – это все вибрация. Мы слышим вибрации везде в городе. Мы слышим, как машины, траки едут по городу, люди идут. Музыка везде играет. Это все вибрация. Но если вы не знаете свою собственную вибрацию, как ваше тело себя ощущает, тогда все эти вибрации, они очень сильно на вас влияют, вы поддаетесь их влиянию. В практике. Какое количество людей не знают, не чувствуют своих вибраций? Просто вот, чтобы понимать. Из группы, да? Ну вот, да. Вот пришли люди и как. Как пример. Например, у вас есть группа людей, которые приехали в вокальную йогу. Какие из них не чувствуют свою вибрацию? Может быть, 80%? Может быть, 80%? Даже так. То есть, о чем это говорит? Это говорит, что через определенное время человек просто начинает очень серьезно заболевать, если он не чувствует своих этих же вибраций. Правильно я понимаю? Что значит, что если человек не чувствует свои вибрации вибрации, он уничтожит его здоровье? Да. Это, в основном, что происходит. Потому что у нас есть натуральная резонанса в тело. И, когда тело начинает вибрации, не в своей натуральной форме, то, что происходит, что у нас есть... Вибрация становится thicker и heavier в тело. Это действительно влияет на здоровье очень сильно. То есть, человек рождается, и он очень легкий, он очень свободный, у него есть его радостная вибрация. Но, когда человек себя не слушает, он живет в городе, он все время поддается влиянию города стресса, его энергия становится тяжелее. Он сам становится по себе тяжелее, менее спонтанным, менее веселым и так далее. И, собственно говоря, что происходит, энергия, она со временем принимает некую форму. То есть, она становится толще, как бы тяжелее и принимает форму никаких заболеваний, разных у разных людей, в зависимости от того, где они находятся, что они делают. Как каждый из наших зрителей, например, сейчас, сидя после экранов, может понять, может быть, есть какой-то такой тест, чувствует он свои вибрации или он не чувствует свои вибрации, и связано это каким-то образом со избыточным весом, потому что вы говорите, все это становится тяжелее, оно осаживается, может быть, оно осаживается с помощью вот этого избыточного веса. Таким образом, может быть, мы можем дать как-то тест к нашим зрителям сейчас, чтобы они понимали, что они чувствуют себя, чувствуют себя вибрации или нет? Потому что вы также сказали, что энергия становится тяжелее и тяжелее. Может, она также может быть в форме overweight, чтобы люди становятся тяжелее и тяжелее? Будет некая проверка, некий тест, но Перуко также подтверждает, что вот эта тяжесть и то, что люди перестают чувствовать себя, также проявляется в форме избыточного веса. Это однозначно. Если слушатели вот прямо сейчас со мной повторят... Конечно. Я хотел бы, чтобы вы положили свои руки на коленки или... Ну, мы можем положить их на стол и соединить указательный палец и большой палец руки вместе. Закройте глаза. Почувствуйте, что вы чувствуете в своих пальчиках, кончиках в пальчиках. Чувствуете ли вы покалывание легкое, либо какие-то ощущения, есть ли у вас? Чувствуете? Ева, чувствуете? Ева, чувствуете, что вы чувствуете? Чувствуете ли вы чуть больше в пальцы? Да, да. Я вот прям, вот вы знаете, чувствую свои большие пальцы. Я очень надеюсь... Чувствую большие пальцы тоже. Да, 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 и тепло на подушечках. Тепло. Вы знаете, так интересно. Я очень переживаю за тех зрителей, которые только что включили телевизор и не увидели, что было до этого, потому что... Что там происходит в этой истории? Что они делают? Что за звуки? Это звук аум, который позволяет просто тело в баланс возвращать тоже. Говорят, что когда астронавты впервые высадились на Луну, звук, который они слышали, когда они сели, это как раз звук ом. То есть это не звук, который только в нас самих. Самый первый, да? Да, да, да. Самый первый. The primal sound. The primal sound. То есть я могу сделать вывод, что для того, чтобы помочь себе, своему здоровью, счастью, долголетию, красоте, если мы говорим о женщинах так важно, мы постоянно ее где-то пытаемся найти извне, заплатить за нее, если у нас есть деньги, еще что-то сделать, пожаловаться, если у нас их нет. А здесь, в принципе, не нужно никаких финансовых вливаний, даже не нужно никуда идти, чтобы что-то где-то купить. Достаточно самого себя, своего дыхания и даже не нужно никакого базового вокального образования. Уже это все есть, мы можем заниматься и получать вот эти все блага, правда же? So, the idea is that usually women are looking for their beauty and to prolong their age somewhere outside, to buy some pills or to pay a surgeon, whatever. И здесь мы говорим, что мы можем помочь себе. Мы просто нужно делать это, более или менее, регулярно, и это будет помочь для здоровья, для здоровья, для развития, для развития, для развития. Абсолютно. So, yeah, if we come back to that principle of breathing our body awake, then when the body is full of breath, which is why exercise is so important, anything, I mean, I've given you one practice, but anything that breathes the body into fullness, the skin starts to glow. Идея очень проста. Если мы просто начинаем дышать регулярно, если мы это практикуем, это вот только что мы увидели самый базовый звук, но это может быть что угодно, что позволяет нам дышать, даже танец, то это позволяет нашему телу быть живее. И мы точно увидим, когда мы дышим больше, у нас некий такой природный румянец, свечение. А как же так получается, что одна музыка, например, тот же тяжелый рок, да, или еще там тот же металл, одна музыка, вот человек слушает, и ему так нравится, ты просто видишь, вот он улыбается, ему нравится эта музыка. Для второго человека она просто невозможна, потому что он слушает несколько минут, и у него начинается паника. Да, и как это происходит, что для одного человека музыка, которую он слушает, очень здорово, это делает ему счастливым, и для других, это делает им depressed. Как это происходит, что это имеет такой эффект на различных людей? Я не знаю, что некоторые люди, например, слушают heavy metal и будут счастливы от него. Я думаю, что музыка привлекает им в эту эмоцию, в том, что происходит. Если вот говорить о том же heavy metal, я бы не сказал, что люди чувствуют себя счастливыми. Они отождествляются с определенной эмоцией, то есть этой обиды, этого гнева, то есть с чем-то таким. Дим, но есть ли люди в этой музыке много лет, да, то есть они играют эту музыку, да, или же они слушают? Вот мы же знаем, есть такие фанаты, которые, о чем это может говорить? То есть это фактически патологически больной человек, который много лет своей жизни убивает сам себя? Окей, поэтому это фактически больная. То есть, например, много людей, которые занимаются heavy metal за несколько лет. Вы можете сказать, что они болезни или патологически, в любом случае? Просто смысл в том, что это как некий подход к жизни. Когда вы слушаете определенную музыку, у вас подход более позитивный. Слушая другую музыку, вы отождествляетесь с ней и чувствуете, что вот такой вот ваш подход в жизни. То есть это не о том, что человек именно совсем болен. Это о том, что он выбирает некий подход к жизни, некое видение, некое поведение и так далее. Ну, к примеру, если у нас много подавленного гнева, тогда мы выбираем такую музыку, которая позволяет нам находиться все время в этом. И мы как бы захлестываемся. Это наш выбор. Мы выбираем быть здоровыми и счастливыми, либо быть в этой эмоции определенной. Оно может быть и по-другому, что мы наслушались чего-то, мы прожили эту эмоцию и мы отбросили. Мы больше никогда к этому не вернемся. То есть, может быть, это момент, когда люди проживают что-то. Не то, чтобы это было плохо. Мы можем сказать о том, что в каждом этапе жизни человеку нужно что-то прожить. И если это то, что его окружает, и то, что ему нужно выразить, чтобы он это тоже не подавлял, то это лучше, это может быть хорошим вариантом. Но самое важное, чтобы люди осознавали, что музыка, которую они слушают, она влияет на их здоровье и на их эмоции. Что мы можем сказать тогда родителям? Потому что в жизни некоторых детей настаёт тот момент, когда детки, мальчики в особенности, начинают слушать очень тяжелую музыку. Родители не психологи. И они не понимают, как себя правильно вести в данной ситуации. Хорошо ли это, плохо ли это. У соседей спросили у мамы, у папы, родственников, как быть. Ничего страшного, перерастёт. То есть, ребёнок-то сам не осознаёт, он не понимает, для чего ему нужна сейчас эта музыка. Может быть, это просто дань моди. Может быть, просто не хочется быть белой вороной. И эта музыка не нравится, но он её слушает, потому что все. Вот как вот здесь правильно родителям объяснить? Это такой вызов, потому что у меня тоже дочка, тинейджер. Если вы начнёте просто останавливать ребёнка, тинейджера слушать музыку, которая им нравится, они начнут ещё больше слушать. Номер один, да? Первый рецепт – это не запрещать. Да-да-да. Будет ещё хуже. Не забудьте. Не забудьте. Вы знаете, у нас остается буквально полторы минуты. У меня вопросов ещё на полчаса, как минимум. Но всё-таки, Перуко, полторы минуты. Вот как нашим женщинам совет, как удаётся выглядеть настолько прекрасно, настолько здорово и сохранять вот эту вот красоту? Я только чуть-чуть успела тоже вам рассказать, как и у вас мало времени. Один из важных моментов – это дыхание, положить руку на живот и на грудную клетку и выдыхать со звуком «ху». Давать себе эту любовь, давать себе это внимание, быть собой. И в течение дня возвращаться к этой энергии. И тогда это начнёт проникать. Важно, какая рука, какая правая или левая, вверху, внизу – это ваш? Is it important? Левая рука в нижней части тела – это женская энергия. Правая сторона – это мужская сторона, она сверху на грудной клетке. Какие минуты минимум? Какие минуты примерно? Я бы сказал, что если они делали это за 5 минут, когда они улыбаются. Даже 5 минут, когда проснутся, уже будет хорошо. Уже будет достаточно. И чтобы успокоить, чтобы встать глубже в практике, они также могут закрыть все перинеумные мышцы, вагинальные мышцы, и оставить их открыть, так как они впечатляют через вагинальные мышцы. И также в нижней части живота как бы сжимать, напрягать эти мышцы и выдыхать через них, и отпускать. То есть напрягать и выдыхать одним словом. Вы знаете, огромное количество вопросов. Сейчас мы с вами затронули момент, который, в принципе, можно рассказывать о нём целую программу. Поэтому, пользуясь возможностью, я ещё и ещё приглашаю к нам в гости. Поэтому будете в Украине, пожалуйста, приезжайте, прилетайте. Заходите, да, у вас были на прошлой неделе, как раз 17 и 18 числа, если я не ошибаюсь, был и концерт, и прекрасный мастер-класс прошёл, шикарные отзывы, спасибо вам большое. Очень много путешествуете, насколько я знаю, и даёте вот свои мастер-классы такие. Если я не ошибаюсь, в прошлой неделе, на 17-18, у вас был концерт в Киеве и семинар. И, как я понимаю, вы путешествуете много путешествуете. И я снова приеду в Россию. И в Россию. Приглашаем вас. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Пірука, автор методики оздоровления, вокальна йога і співачка з Австралії сьогодні в нашій студії поспілкувалася. Дякую, що вам були з нами, і Дмитро Хлопков, перекладач, який допомагав нам сьогодні. Дякую вам за ваш професіоналізм. З вами була програма 36,6. До наступного понеділка о 18.00. Бувайте здорові. Дякую.